В эфире новости в студии Злиха Сулейман. В столице Таджикистана проходит 46-е заседание Совета глав государств СНГ. Участие в юбилейном саммите принимает 8 президентов стран Содружества. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Душамбе накануне. В программе заседание обсуждение множества вопросов, в том числе темы сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях, а также в сферах обеспечения безопасности. Ожидается, что лидеры СНГ подпишут около 15 документов, в том числе соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий, Конвенцию о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Хотел бы с удовлетворить и отметить тот факт, что в период председательства Таджикистана было проведено почти 40 заседаний отраслевых советов. Вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, с преступлением в сфере экономики, незаконной миграции и торговли людьми были одним из основных направлений нашего взаимодействия. Положительный характер имело сотрудничество в экономической сфере. В соответствии с раной принятым в рамках Содружества документами, в соответствии с вниманием также было уделено активизации культурно-гуманитарной связи между государствами, участниками СНГ. Будущих врачей будут проверять на стрессоустойчивость. С 2019 года психометрическое тестирование внедрят в медицинских вузах. Об ужесточении требований к студентам сегодня рассказал министр здравоохранения Эльжан Бертанов. По его словам, это поможет выявлять способности будущих врачей к принятию рискованных решений. Кроме этого, будет введена внешняя оценка учащихся, на основе которой будет приниматься решение о выдаче дипломов. Если качество знаний окажется низким, вузы будут лишаться лицензии. По словам Бертанова, студенты теряют знания в ходе практики, поскольку ведомство предлагает проводить сертификацию медработников один раз в три года вместо пяти. Психометрическое тестирование направлено на выявление психологических способностей и склонностей будущего врача, абитуриента, работать в сфере медицины. Прежде всего, для чего это вводится, мы ужесточаем требования к студентам медицинских вузов. Это мировая практика, где на старших курсах студенты практически 24 часа работают, занимаются, дежурят и так далее. В целом, объем знаний требуется огромный, поэтому мы должны прежде всего посмотреть именно психологические возможности абитуриента, его склонность к работе с людьми, его такие качества, как гуманность, коммуникативные способности. И в целом, его стрессоустойчивость и способность к большому физическому труду, к принятию рискованных решений, поскольку всегда, практически в каждом случае, когда врач ставит диагноз, это не есть какая-то математическая формула, это его личное решение и принятие ответственности за больного. В Западно-Казахстанской области около 6 тысяч человек уже воспользовались правом выбора лечебного учреждения. Филиал фонда медстрахования заключил договоры с 50 медицинскими организациями региона. 25 из них, в том числе частные клиники, оказывают первичную медико-санитарную помощь. Выбирать для себя специалисты советуют ближайшую к дому поликлинику. В свете последних реформ, вызовы четвертой категории будут обслуживать именно бригады из поликлиник. Также компания ставит целью снизить нагрузку на врачей общей практики. Теперь один такой специалист будет обслуживать максимум 1700 человек. Получить заказ на обслуживание населения могут частные медорганизации, что должно снизить очереди и расширить рынок медицинских услуг. В новой шестой поликлинике в микрорайоны Зачиганск уже обслуживаются 65 тысяч уральцев. Ежедневно к нам прикрепляются от 50 до 60 тысяч человек. Прикрепиться к организации ПМСП нужно несколькими путями. Первый – обратившись в поликлинику с удостоверением личности через ЦОН и через портал электронного правительства ЮГОВ. Участвует 25 медицинских организаций, из них 16 районов медицинских организаций и 9 городских. В том числе два частных медицинских организаций. По итогам кампании прикрепления количество прикрепленного населения будет получать медицинское и лекарственное обеспечение с 1 января 2019 года. В октябре у пятилетней девочки диагностировали менингит. Как выяснилось, носителем опасной инфекции оказалась мать ребенка. При этом ранее у женщины клинических признаков заболевания выявлено не было. Девочка была госпитализирована в инфекционную больницу с признаками простуды. Однако результаты лабораторного исследования подтвердили диагноз менингококковой инфекции. Врачи провели расследование в детском саду и на месте работы женщины заболевших нет. По всем контактам Департамент охраны общественного здоровья провел соответствующую работу. Нет необходимости беспокоиться. И в случае возникновения нештатной ситуации по менингококковой инфекции у нас есть все возможности отработать своевременно и провести противопередивительные мероприятия. Но хотел бы еще раз напомнить населению в случае подозрений на менингококковую инфекцию там резкая температура, светобоязнь, головные боли, назофарингии, заложенность носа необходимо немедленно обращаться к врачам. Нет, не категорически запрещается заниматься самолечением. Депутаты Сената посетили ситуационный центр Верховного суда. Благодаря новым технологиям оттуда можно видеть, как проходят судебные заседания в разных регионах. Как отметили в инстанции, для его открытия изучался опыт стран с развитой судебной системой Сингапура, Китай и других. В целом, благодаря цифровизации, число пользователей судебного кабинета за последних три года выросло в семь раз. На сегодняшний день 91% гражданских исков подаются в электронном формате. А 6,5 миллионов судебных решений доступны в интернете. Среди других начинаний Верховного суда в этом направлении система обратной связи, чат-боты и помощник КОМЕК, модернизированный контакт-центр с функцией распознавания речи, онлайн-регулирование споров, е-примирение, а также электронный формат рассмотрения дел. Не будет вести письменный протокол. В онлайн-режиме не надо вызывать людей. Как он говорит, даже и с машинами он может принимать участие в судебном процессе. Если это все так работает, это уже эффект, конечно. Но самое главное, это должно быть увязано все три стадии, все три сферы правопорядка, правосознание, правосудие. Вот это все должно быть умещено в одном, чтобы здесь уже ставилась окончательная точка, и тогда эффект должен быть реальный. Сейчас, конечно, по этим видео и прочим оно хорошо, но есть это во всех судах, конечно, именно в районных судах, если это так. Это там делается, это не здесь в Верховном суде решится, это только касационная инстанция. А все вот эти первичные суды, если работают вот так, это хорошо. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжается рассмотрение материалов досудебного расследования в отношении пяти подсудимых. По информации Актюбинского областного суда, им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Одна из которых – приобретение, транспортировка, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения. В свою очередь, сторона защиты с обвинением не согласна и утверждает, что все операции были законными и проводились в пределах таможенной границы. Никаких обвинений в хищении нефти нет. Весь объем нефти приобретен за деньги. На нефть имеются все документы, подтверждающие законность ее происхождения, тогда как Уголовный кодекс предусматривает ответственность только если таких документов нет. Следствие считает, что на данном заводе приобретенная сырая нефть смешивалась с бензинным растворителем. Она получалась искусственным путем. В действительности это не имеет никакого экономического смысла и невозможно технологически. Лицо не может быть признано виновным в совершении преступления до тех пор, пока вина не доказана в установленном законном порядке и не признана вступившим в законную силу приговором суда. В этой связи мы просим соблюдать закон, уважать это право и объективно освещать ситуацию по данному делу. Мы продолжаем следить за этим резонансным судебным процессом и будем вас информировать о его итогах. Третью модернизацию Казахстана обсуждает на шестом конгрессе социологов. Двухдневная встреча проходит в Астане. Для представителей местных исполнительных органов организованы тренинги и практический семинар. В Национальной академической библиотеке прошла пленарная сессия, посвященная 20-летию Астаны. В Конгрессе принимают участие первый заместитель руководителя администрации президента Марат Тажин, министр общественного развития Казахстана Дархан Калитаев, вице-президент Международной социологической ассоциации Элаиза Марцин, а также гости из Японии, Турции, России и Объединенных Арабских Эмиратов и Германии. Также состоятся отдельные панельные сессии. Участники обсудят развитие гражданского общества, реализацию программы «Рухани Жангру» и социологические исследования в рамках проекта «Про ООН». К другим темам продолжает свою работу «Астана Медиа Уик». В эти минуты на площадке форума проходит семинар для пресс-служб различных ведомств. Его посетила моя коллега Гульнара Хасан, и она готова поделиться последними новостями. Гульнара, вам скоро. Да, слеха. Одна из важнейших диалоговых площадок, которая проходит в третий день «Астана Медиа Уик», это семинар для пресс-служб центральных и местных исполнительных органов. Это действительно одна из очень важных тем, поскольку от диалога пресс-секретарей и журналистов зависит качество информационного казахстанского медийного пространства, достоверность и объективность подаваемой информации. Ведь именно пресс-секретари формируют лицо государственного органа и, скажем так, способны вовремя потушить пожар какого-то резонансного события. К семинару проявили большой интерес пресс-секретари. Его посетили порядка 400 пресс-секретарей центральных и местных исполнительных органов. Программа очень насыщена. Пресс-секретарей учат не только правильно продвигать информацию в социальных сетях, но и строить свою работу с журналистами, готовить экспертов. Подробнее о программе и форуме нам расскажет наш гость, организатор семинара. Он президент Альянса региональной СМИ Ержан Ситказинов. Ержан, скажите, пожалуйста, век высокой активности социальных медиа СМИ, во время, скажем, какого-то резонансного события, как должны себя вести пресс-службы, чтобы вовремя, скажем так, потушить этот резонанс? Вот вы правильно сказали, что информация должна быть предоставлена вовремя. Но не вредки случаи, когда госорганы берут какую-то паузу. Понятно, что им необходимо подготовиться, выработать правильную стратегию, но именно пресс-секретарь должен оперативно выйти в массы, выйти в СМИ и дать какой-то ответ. Хотя бы, что мы подготовим, дайте нам небольшой срок, и мы дадим развернутую информацию. То есть вовремя, да? Да, должен быть такой оперативный ответ именно пресс-секретаря. А дальше уже дается от первого лица, либо от его заместителей необходимый ответ. Скажите, как вы считаете, должен ли быть пресс-секретарь не только журналистом, но и экспертом своего ведомства? Как нужно поднимать компетенции наших пресс-секретарей? Безусловно, экспертом своего ведомства необходимо быть, чтобы знать, чтобы правильно отвечать на какие-то вопросы. Опять же, он должен быть и журналистом, потому что должен знать, как дышит, что думает журналист, и какую информацию надо дать. Специально для этого профильным ведомствам, Министерствам информации и коммуникации, даются ряд бесплатных семинаров, тренингов для повышения квалификации. Сегодня были семинары для центрально-государственных органов и местных исполнительных органов. В ряде этих семинаров были такие темы, как антикризисный менеджмент, коммуникационный медиа-менеджмент, как раз о том, что мы сейчас обсуждаем с вами, и работа в социальных сетях. Большое спасибо за информацию, Иржан. Я отмечу, что помимо полезных знаний, пресс-секретари получат и сертификаты. По итогам «Астана Медиа УИК» выберут лучшую пресс-службу 2018 года. Но о том, какая из них удостоилась победы, мы сообщим позднее. К этой минуте у меня вся информация. Злиха, вам слово. Спасибо, Гульнар. Я напомню, в «Астане» проходит медиа-неделя. 979 фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы выявили в Восточном Казахстане. Нелегалы трудились на 40 предприятиях области в сферах строительства и общепита. Их деятельность пресекли в ходе оперативно-профилактических рейдов полиции. По данным местного ДВД, за минувшие трое суток с территории региона были выдворены 119 нарушителей миграционного законодательства. Их работодателям теперь грозят штрафы в размере до 100 месячных расчетных показателей. У нас более 100 человек в течение этого ОПМ было выдвинуто. У нас есть такие юридические лица, которые не оформляют их разрешение, привозят и они исчезают у них договорительность. Шесть соглашений заключил Ватераут департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции с местными бизнесменами. Их смысл оказывать бизнесу правовую помощь, устраняя барьеры на пути реализации крупных проектов. В первую очередь при регистрации предприятий, получении земельных участков и иных услуг у местных органов. Первый результат такой помощи – реализация в регионе шести проектов на 150 миллиардов тенге, создание десятков рабочих мест. Задача состоит в том, чтобы создать максимально комфортные условия для того, чтобы бизнесмены более быстрыми темпами реализовали те проекты, которые они проводят в нашей области. Молодежь Караганды против наркотиков. К акции, которую проводят полицейские, присоединились увеселительные заведения города. В некоторых ночных клубах посетители встречают служебно-розыскные собаки. Прокуроры установили телефон доверия, по которому можно сообщать о сайтах и приложениях, торгующих психотропными веществами. Напомню, недавно мы показывали материал о распространении в Караганде синтетических наркотиков. Марина Золотарева расскажет, какие меры были приняты. О том, что их ожидает тематическая вечеринка, гости ночного клуба узнавали на пороге. Посетителей встречал дружелюбный бонзай. Мимо этой разыскной собаки с наркотиками не пройти. В этом году четырехлапый страж порядка обнаружил более двух килограммов героина, спрятанных под землей. После проверки молодые люди проходили в зал. Там им раздавали бейсболки с антинаркотическим слоганом. С начала этого года в Карагандинской области возбуждено 441 дело за правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше одной тонны 200 килограмм различных наркотических средств, в том числе более трех килограмм героина. В прокуратуре Карагандинской области заработал телефон доверия «Стоп наркотики», по которому можно сообщать о любых фактах распространения запрещенных веществ. Телефон доверия установили, чтобы получать информацию из первых уст. Особенно прокуроров интересуют сообщения граждан о синтетических наркотиках, продажа которых в последнее время поставлена в городе на поток и проходит практически в открытую. Сайты, где идет электронная торговля психоактивными заменителями натуральных наркотиков, рекламируются прямо на улице. Курьеры делают тайники по всему городу, а заказчики потом забирают оттуда товар самостоятельно. В бесконтактный сбыт вовлекают и несовершеннолетних. На телефон доверия поступило шесть сообщений о возможных местах организации наркопритонов, названия интернет-ресурсов, реализующих наркотические средства, лицах, употребляющих наркотические средства. Прокуроры реагируют и на анонимные сообщения граждан. По каждому звонку будут приниматься соответствующие меры, пояснили в надзорном ведомстве. По данным ДВД области, в текущем году в регионе зарегистрировано 35 уголовных дел по факту хранения избыта синтетических видов наркотиков. Нераспространение оружия, массовое уничтожение в контексте ситуации на Корейском полуострове стало темой заседания высокого уровня Совета безопасности ООН. Ядерное разоружение требует поэтапного подхода, терпения взаимных уступок и добросовестности всех заинтересованных сторон, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Он напомнил, что свободная от ядерного оружия зона в Центральной Азии является первой и единственной в своем роде в Северном полушарии. Кайрат Абдрахманов добавил, что Казахстан поддерживает усилия двух корейских государств по восстановлению диалога. Также приветствует решение США и Южной Кореи приостановить совместные военные учения. Еще одно громкое заявление в ООН прозвучало с трибуны Генеральной Ассамблеи. Глава Палестины призвал своего американского коллегу отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля. По словам Махмуда Аббаса, жители Палестины надеялись, что Дональд Трамп инициирует мирные переговоры с Израилем. Однако вместо этого Вашингтон принял решение перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Напомню, это произошло в декабре прошлого года и вызвало массовые протесты и беспорядки в ряде стран арабского мира. Также Махмуд Аббас еще раз призвал мировое сообщество к проведению международной конференции по Ближнему Востоку с целью реанимации мирного процесса между палестинцами и Израилем. Повторяю призыв к Трампу отменить решения, касающиеся Иерусалима, беженцев и урегулирования, противоречащие международному праву и решениям предыдущих администраций. Мы никогда не отказывались от переговоров с Израилем и будем и дальше протягивать руку в поддержку мира. Мы отвергаем насилие и применение силы, но привержены мирному народному сопротивлению. Мы лишь хотим права на определение судьбы нашего народа. Хорватские виноделы нашли идеальное место для состаривания красного вина дно Адриатического моря. Необычная идея пришла в голову двум друзьям 9 лет назад. Обоих не совсем устраивал вкус алкогольного напитка, который, по их мнению, был недостаточно мягким. Решение подсказало увлечение одного из них. Он был дайвером. На дне моря постоянная температура и тишина. Именно то, что нужно для вина. На глубине в 20 метров напитки пробудут до двух лет, после чего их продают в магазине и поставляют в местные рестораны. Тем же, кто хочет в прямом смысле погрузиться в атмосферу местного виноделия, предлагается уникальная услуга. Гости могут сами выловить вино, нырнув на дно моря с аквалангом. На этом пока все. До встречи в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин